Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Апрель, первая неделя апреля и давайте посмотрим с чего у нас начинается этот торговый месяц. Начнем как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим продолжение нисходящего коррекционного движения после пробития отметки 1.08. Мы видим, что тенденция на ослабление евро на текущий момент продолжается. Для того, чтобы начать говорить о покупках, нам необходимо увидеть по крайней мере закрепление за уровнем 1.07. Это максимум, который был зафиксирован в пятницу и с этих уровней уже можно говорить о начале покупок. По британскому фунту, которая начала развиваться еще в четверг, мы видели обновление максимума, которое было 29 марта. За этим уровнем закрепились, у нас сформировалась точка для присоединения с точкой для установки уровня 100+. Ближайшая цель на обновление локальных максимумов в области 1.25.92. На текущий момент тенденция продолжается и в ближайшей перспективе мы можем увидеть дальнейшие движения уже после обновления максимума в области 1.26. К следующим уровням уже по укреплению британского фунта. На текущий момент разворотный уровень мы можем перенести уже на локальный минимум, который был сформирован в пятницу. И именно этот уровень сейчас служит разворотным по данной паре и по текущей ситуации. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое нисходящее движение. То, что мы видели в пятницу, это уход ниже отметки 0.76.40. И на текущий момент пара подошла к области поддержки в 75.96. Это минимум, который был зафиксирован 28 марта. Соответственно, дальнейший импульс на ослабление австралийского доллара мы сможем увидеть после уже ухода ниже отметки 0.75.88. Если говорить о начале покупок, то паре необходимо уйти выше отметки 0.76.62. Это максимум, который был зафиксирован в пятницу. Пара американский доллар, канадский доллар торгуется у нижней части диапазона. На текущий момент мы рассматриваем только 4-часовой таймфрейм по канадцу. Область поддержки находится 32.94. На краткосрочном таймфрейме мы можем получить сигнал на присоединение на покупку в сторону 1.34. И уже после выхода из данного диапазона, либо обновления максимумов, либо обновления минимумов, уже дальнейшее движение будет более просматриваться. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент находится в восходящем краткосрочном движении после ухода выше максимумов, которые были зафиксированы 29 марта. На текущий момент область поддержки находится совсем близко к текущей цены. Это 111.21, меню, который фактически был зафиксирован в пятницу. Сегодня с открытия его прокололи, но на текущий момент цена вернулась обратно. Поэтому на текущий момент, пока остаемся выше отметки 111.21, тенденция краткосрочная по паре американский доллар и иена на укрепление также сохраняется. По индексу DAX буквально остается порядка 3000 пунктов до локальных максимумов, прошу прощения, уже меньше, порядка 1700 пунктов и индекс DAX обновит свои исторические максимумы. То есть на текущий момент вся тенденция, которую мы также просматривали ранее, ведет на укрепление основного индекса Германии. По золоту на текущий момент мы видим коррекционные нисходящие движения. Если говорить о покупках по данному инструменту, то необходимо золоту уйти выше отметки 1250 долларов за тройскую унцию. Здесь уже могут быть сформированы уровни для присоединения на покупку с ближайшей целью 1260 долларов за тройскую унцию. Ну и нефть марки Brent после выхода из диапазона, который мы отмечали ранее, 50.98. Верхняя граница 50, ровная граница нижняя, вышли вверх и на текущий момент мы видим продолжение восходящего тренда по нефти марки Brent. Ближайшая цель на текущий момент, которую мы можем отметить, это движение в область 54.58. И если говорить о продажах, о коррекционных продажах по данному инструменту, то это минимум, который был зафиксирован в пятницу по 52.41. Если нефть уходит ниже этих значений, то уже можем говорить о либо краткосрочных продажах, либо о начале тенденции, нисходящей более серьезной по данному инструменту. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман и увидимся завтра. Продолжение следует...